С помощью инструмента ленты событий можно держать все записи о клиентах и поставщиках в одном месте и отслеживать историю внутренних и внешних взаимоотношений. Результат успешной работы с клиентом во многом зависит от того, насколько своевременно и точно были выполнены поставленные задачи. Вот несколько проблем, которые могут возникнуть в вашей работе. Например, менеджер не записывает факт отправки коммерческого предложения или то, что он предложил повышенную скидку клиенту. Как следствие, другие сотрудники и руководители про это не знают, да и сам менеджер через полгода уже и не вспомнит, что у клиента какие-то специальные условия или о чем договаривались в прошлый раз. В результате не соблюдаются договоренности, срываются сроки и, как следствие, проваленные заказы, недовольные клиенты. Или представим ситуацию. Сотрудники используют в своей работе мессенджеры, почту или телефон. У каждого свое средство связи. У каждого своя база клиентов. Что произойдет, если сотрудник будет занят, пропустит сообщение или заболеет? Результат – менеджер не получит вовремя ответ, а клиент уйдет к конкуренту. Избежать этого можно, если ввести все внутренние коммуникации через единую систему в режиме онлайн. Если менеджер сразу не может дать точный ответ, то, обратившись онлайн к другим сотрудникам, в режиме реального времени получит оповещение и ответит сразу буквально за пару минут. Любые результаты общения с клиентом, выполнение задач, даже отрицательные, нужно постоянно фиксировать, записывать и анализировать. Создавать заметки по результатам общения, записывать все звонки с комментариями. Даже если сделка не состоялась, нужно записать, что произошло, почему разговор не удался. Все это делается не для поиска и наказания виновных, а для понимания слабых мест в организации продаж и правильной их корректировки. Для успешной работы нужно постоянно анализировать данные по упущенным сделкам и недовольным клиентам. Только по одним финальным отрицательным статусам сделок непонятны причины, почему клиент остался недоволен или сделка не была закрыта в срок. Анализ должен быть глубже, эффективнее и тоньше. Тут как раз и требуется такой инструмент, который поможет понять, как сотрудники работали с клиентом. В моем складе такое решение есть. Это лента событий. Лента событий создавалась как раз для того, чтобы помочь решить все перечисленные выше проблемы. Давайте посмотрим некоторые примеры работы с ней. Заказ покупателя. Представим обычную рабочую ситуацию. Приходит новый заказ покупателя. Давайте перейдем к продаже. Заказы покупателей. Вот у меня есть несколько новых заказов. Открою последний. Здесь есть вкладка события. Это и есть лента событий. Что я здесь могу делать? Я могу создать обычную заметку. Например, я созвонился с клиентом, договорился о чем-то и тут же зафиксировал промежуточный результат. Созвонился, согласовали все позиции, оплатят на следующей неделе. Нажму написать. Заметка создана. Эта заметка касается только меня. Я администратор. Я для себя создал заметку. Заметку я могу редактировать, могу удалять. Я могу создать заметку с упоминанием и выбором сотрудника, используя значок собачка. Например, мне нужно передать какую-то информацию сотруднику Иванову по этому заказу покупателя. Наберу собачку. В окне выбора сотрудников покажутся их фамилии, должности и отделы. И здесь я могу выбрать нужного мне сотрудника. Нажму Иванов и добавлю такую заметку. Можем сделать клиенту скидку в 5%. Когда я нажму написать, в ленте появится заметка для Иванова. А в аккаунте Иванова появится уведомление. Если я по нему щелкну, я перейду в заказ покупателя и смогу здесь ответить. В ленте событий доступны все записи, относящиеся к данному документу в хронологическом порядке. Сотрудник, которого упомянули, получает уведомление о новой заметке по всем доступным ему каналам. Уведомления настраиваются таким образом. Зайдем в администратор, настройки. Найдем сотрудники. Зайдем в сотрудника Иванова. И здесь, в самом низу, есть блок уведомления. В зависимости от выбранных настроек, это может быть уведомление в моем складе, колокольчик в верхнем правом углу интерфейса. Это может быть уведомление в браузере, браузерный пуш. Это может быть уведомление в смартфоне, мобильный пуш, если у вас установлено приложение Мой Склад. Это может быть уведомление на электронную почту. Или все указанное вместе, как у меня здесь. Карточка контрагента. Зайду в контрагенты, контрагенты, возьму любого из контрагентов. Здесь вижу вкладку события. События можно отобразить все сразу, только заметки или только звонки. Более того, можно настроить то количество строк, которое я буду видеть одновременно на странице. В отличие от ленты заказа покупателя, тут на данный момент нельзя упомянуть другого сотрудника, но зато можно видеть всю историю звонков с клиентами, как входящие звонки, так и исходящие. Подробнее про настройку телефонии и работу со звонками вы можете посмотреть в отдельном видео. В остальном, возможности не отличаются от того, что мы продемонстрировали ранее в заказе покупателя. Итак, я рассказал вам про ленту событий моего склада. С помощью ленты событий можно держать все записи о клиентах и поставщиках в одном месте и отслеживать историю взаимоотношений с контрагентами компании и коллегами. Записи в ленте помогут быть в курсе происходящего, даже если сотрудник заболел, ушел в отпуск или уволился. В ленту можно добавлять заметки с любой актуальной информацией, например, о переговорах и договоренностях. Лента событий позволяет сохранять историю общения с клиентами и коллегами, регистрировать все звонки, письма и встречи, просматривать свои записи и заметки коллег.